И всё, схватили, отлично, это Льюис всех подставил, ни хрена подобного. Так, сейчас минус вайб, ой, сейчас минус вайба, как много навалили, так я думал, наоборот, это так и надо. Эээ, Магнум, нет, странный список, нет, карточка, нет, что я сейчас сделал не так? Чпойнк, всем привет, дорогие друзья, с вами ваш Дакстер, и сегодня с вами продолжаем играть в Chicken Police. Как ты помнишь, мы с тобой уснулись вот на этом довольно загадочном и непонятном моменте. Мы долго ходили по локациям, изучали, где что можно ещё применить, у кого можно что спросить, и ни к чему логичному не пришли. Но, я без записи побегал, посмотрел, и оказывается, нам с тобой необходимо было зайти ещё разочек вот сюда, увидеть здесь сумочку, зайти в эту сумочку. Сейчас уже ничего не происходит, потому что я это активировал, случайно, опять же, без записи. И, собственно, из этой сумочки мы с тобой достали кусочек бумажки, который как раз-таки при совмещении с куском, который мы достали из вот этого камина, даёт нам новую локацию, которая называется Отель Атлас. Собственно, в который мы с тобой сейчас и отправимся. Но перед началом, как всегда, влепи большой палец вверх, а также напиши в комментариях, как тебе данная игрушка, и, возможно, уже какие-то свои определённые мысли. Едем. Нам оставалось только продолжить расследование там, где оно началось. В тёмной квартирке, которую я зовут Олл. Единственной зацепкой был список, который дал Филмар. Впечатляющие имена, но что это значит, и почему Наташа хранила его в тайне от нас? Но, что важнее всего, как всё это связано со смертью Дибора? Сейчас узнаем. След остывал, как и воздух на улице. В чёрных облаках, закрывающих звёзды, было что-то неспокойное. Сразу же погружаемся. Молюсь, чтобы они не принесли ранний снегопад. В этой ночи было уже достаточно боли. Блин, вот эти реально кинематографичные вставки мне безумно нравятся. Так что мы здесь делаем? Пытаемся успокоиться. Я бы выпил. Естественно. Ещё мы, конечно, пытаемся собрать зацепки поединой и понять, что делать дальше. И что дальше, Орёл? Посмотрим, что мы успели узнать. Итак, как началось это дело? Расследовать, поехали. С чего всё началось? Конечно же, с Наташей, но непосредственно не через саму её, а через её послание, которое принесла нам Дибора. И, возможно, нужно вот так сопоставить. Нет. А если Ибн? Нет. Так, хорошо, Наташа. Теперь нужно то, что относится к Наташе. Ключ Наташи. Как это работает? Ключ Наташа. Нет. Магнум. Нет. Странный список. Нет. Карточка. Нет. Письмо. Что за бред? Может, это важно, но не сейчас. Хорошо. Странные угрозы. Это Дибора мертва, испуганная кошка. Наташа и Молли. Испуганная кошка. Почти, но не совсем так. Что нужно? Точно. Странные угрозы. Окей. Тоже вполне логично. Наташа нам через Дибору передала, что вот какая-то непонятная фигня происходит. Помогите, пожалуйста. Ну вот. И что теперь? А что такое ноль из трёх? Это нужно доставать? Или что? Что? А, это мы теперь с тобой какие-то такие умозаключения делаем. Наташа и угрозы. Но в чём связь? Из-за них на неё падает подозрение. Они явно были для неё. Они от неё. Они явно не для неё. Это настолько сложное Расследование, вы чё, серьёзно Ну вот я тебе говорил, опять же Что мне кажется, что Наташа Блифует И возможно Там она очень Ревнивая и у этой Тиборы с Ибном был какой-то роман Их спалил и решил убрать конкурентку Я не знаю, слишком мало данных Список Магнум, ключ Давай Вот всё-таки моя чуйка Последуем ей и возможно всё-таки Отметим, как мне кажется, С И что это значит А если наоборот А если я поменяю своё решение Да, эти угрозы направлены против Наташи Это точно Хорошо Здесь всё-таки не так всё гениально было Значит С угрозами что у нас связано? Письмо Не уверен Чё-то вообще мы с тобой детективы, конечно Такие Странный список Да, точно Теперь здесь связь Но Наташа что-то не договаривала Она всем нам показала Она солгала Она просто забыла сказать Она держала это в тайне Вот это Наташа в ужасе И реальной опасности Но она спрятала От нас этот список Кажется, он слишком важный Чтобы не рассказывать про него Согласен Так, идём дальше Дальше у нас ещё Действующее лицо А именно Ибн Ни хрена Тогда может Дебора Да идите в жопу В смысле, Оливия? Охренеть, Льюис, блин Наш помощник Да, это наверняка правильно Что же нам делать с этим списком? Он может что-то знать Он как-то с этим связан Поэтому на него падает подозрение Он использовал его, чтобы отвлечь внимание Ну вот так Не так Ммм Да Вы чё, угораете? Да я не туда нажимаю Я нажимаю на С В смысле, вот И чё? Так я же нажимал на Б В смысле, оно не сработало? Я знаю только одну персону Из таких высоких кругов Льюис Нужно спросить у него Если хотим выбраться из этого тупика Так, окей, спросим Дело закрыто Вообще не понял, что произошло Каким именно мы с тобой Методом тыка Всё это дело решили? Ну ладно Карточка, похоже, ведёт в тупик Погмемент картины тоже Но ты не подумаешь, что я не профессиональный детектив? Мы делали всё максимально логично Просто здесь такая механика Что мы с тобой впервые с этим познакомились Соответственно, при следующем Каком-то таком деле И раскрытии его Мы с тобой уже будем понимать Что там скрепочки Что здесь должно быть То, с чего там началось Стану действующие лица и так далее Здесь-то мы просто впервые Именно таким образом делали расследование Поэтому как-то всё окей На список Филмара Точно Большие имена Я знаю всего одного из них Кто плавает в наших водах Ламар Ламар Да, Марти Льюис Точно Конечно, это Льюис И где нам найти этого кролика? Это его здание Так что, надеюсь, он здесь Стоит позвонить Знаешь его номер? Наизусть 555-932 У меня... Ой, и в блокноте записано 932 Ты настоящий профи, Орёл? 932 Так, звоним Алло Значит, так На 5 5 5 5 9 3 2 Хорошо Так, кролик, бери трубку Алло Алло Привет, Льюис Прости, что отвлекая опять Можешь зайти ко мне? У меня к тебе вопрос Он очень важный Связан с делом Настоящее дело? Пернатых копов? Конечно, Соня Забегучий из пары минут Спасибо, дружище За мной должок Мне кажется, что с этот Этот вот пернатый Не пернатый, а Льюис Хороший парень Я че-то как-то не могу представить Что он Типа Благодаря ему По сути мы попали К этой Наташа Он поговорил Как ты помнишь С вот этим вот Вышибалой на входе И мы прошли Как-то уж очень странно Всего один Секунду Ну допустим О Ни хрена Сиявился Не запылился Спасибо, Льюис Снова Не за что Я всегда очень мечтал Помочь вам Крупным делом Будем надеяться Ты сможешь помочь Что можешь сказать Про этот список, дружище Хм Хм Ну Ну Эти имена Половину из них Я знаю лично Может даже больше Так и знал Однако я понятия не имею Что это за список Приехали То есть они такие Все, схватили Отлично Это Льюис Всех подставил Ни хрена подобного А я знал, что он хороший Это все члены высшего общества Политики, бизнесмены Бог мой Даже начальник Кодоргской охраны Черт Я правда не знаю Что это значит Значит это тупик? Боюсь, что так Новая функция Спросить Так, поехали Дибора 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 Девушка, которая ко мне приходила Да, очень симпатичная Лейтин Куда ты отвел ее, когда вы ушли? Да, куда она просила? Цветоквиль Цветоквиль? Рочестер стрит 37 Да, точно А что? Крять Что-то произошло? Ничего хорошего, Льюис Ничего хорошего Так, странная карточка Вот Вот О боже Джентльмены, мы попали в яблочко Знаешь, у меня тоже есть такая Карточка? Такая же? Серьезно? Да, это карта члена очень эксклюзивного клуба Насколько эксклюзивного? Очень Вот это я понимаю Рьюис, а что значит ZN? Это Знойный Нил Но это же... Ну, да, бордель Но вы не поняли Там все совсем по-другому Ну, успокойся, Льюис Мы никому не расскажем Так, новое место Отлично Спасибо большое Это так неловко Послушай, Льюис Как нам туда попасть? Хотите попасть туда? Ну, если покажете эту карточку Они точно вас пустят Но все поймут, что вы непостоянные клиенты Нам не привыкать Значит, отправляемся в элитный бордель? Да, Марти Спасибо за помощь, Льюис С меня причитается Уже третий раз до сегодня, да? Окей Ну, про остальных, наверное, можно не спрашивать, значит Так Поехали Знойный Нил И у нас, собственно, с тобой Вторая глава К радости Марти Мы направились в самый эксклюзивный бордель в Клавиле Мучака Сепаратисты и противники монархии Ненавидели это место так же Что способствовало межвидовым отношениям и мирному сосуществованию всех видов Это был не просто бордель, а символ Бордель не лучший символ, а Клок и так и не стал тем, чем должен был Клокин Тоже убийство, походу, хлопнули кого-то Вот мы и здесь Королевство длинных лап, шелковой кожи и хлопающих ресниц Мы прибыли Успокойся, Марти, у тебя же давление Ух, ни хрена себе Так, че, начнем всех опрашивать, получается? Вот это я называю экзотической красотой Ну, можно и так сказать Слушай, любой зла, кто-то обязательно полюбит и такого козла? Да, точно Не знаю, как ты, но у меня от полосок лапы подкашиваются Умоляю, Марти, я не хочу этого знать, и мне клевать Держи это при себе и давай сваливать сюда по-быстрому Уже и поговорить с тобой нельзя Можете Спроси про погоду или мою поясницу, если хочешь знать Они даже связаны Эх, ты, старый перду Оглядеть, лимур Красота относительно Лисичка Здорово Прошу прощения, джентльмены Будьте добры, помогите мне С радостью, мадам На моем платье постоянно растягивается молния Застягите ее обратно, пожалуйста Позволишь, Соня? Я тебе, кто наседка, делаю что хочешь Рад помочь, мадам? Какой галантный молодой человек Пушистые боги Хе-хе-хе Так, тут чё, главное Тихо Главное не перебор... Что я сейчас сделал не так? Извините, можно еще раз попробовать? Я не понял механики Если хотите, но в этот раз осторожнее Конечно, мадам Мы и кожу заживали, молнии или чё Как там? Тихо Тихо, тихо Тихо, тихо А, нужно стрелку, короче, держать Я понял Охренеть, смотришь влево-вниз А делаешь это все Как бы вверх Это сложно Ну мы справились Спасибо, милый Марти, мэм Марти, макси Спасибо, милый Марти С меня должок Обращайтесь, мадам, в любое время Так, ну окей, лисичкам помогли Чё-нибудь, может, скажем? Может, угостить вас выпивкой? Нет, спасибо, мы торопимся Так, пернатый паре Грять! У меня взгляды этого парня мурашки Понимаю Мне всегда казалось, что птица странная Что-что? Что? Я? Ничего Окей Так, секретарь, здравствуйте Надо было с ней начинать Меня зовут Диана Бриллиант Добро пожаловать в знойный Нил, джентльмены Диана, не Диана, а Диана Мисс Бриллиант, меня зовут Соня Это мой напарник Марти Если позволите, мисс У вас очень красивое имя И невероятно прелестные полоски Марти, не сейчас О, спасибо вам Простите его, он не часто бывает в таких местах Да и я тоже, если честно Не переживайте, джентльмены Все бывает в первый раз Совершенно верно Мы ищем девушку по имени Дибора Дибора? У нас сейчас не работают девушки с таким именем Если хотите, любая из них станет для вас Дибора на одну ночь А, нет, нет, извините, но вы неправильно поняли Она здесь не работает Боюсь, я вас не понимаю Все немного запутно, но давайте я попробую объяснить Я с радостью отвечу на любые ваши вопросы Слышал, Соня? Любые вопросы Захлопни клюв, Марти Так, новая личная информация, поехали Значит, полицейский знает Так Давай начнем с места Вы думаете здесь работаете, мисс? Почти пять лет, сэр Вам нравится работа? Да, очень Я считаю, что стоит чем-то заниматься, только если вам это правда нравится Слышал, Соня? Тебе стоит последовать совету Уже, Марти Я пытаюсь делать так, чтобы меня уволили, если ты не заметил Да, меня тоже Сопутствующий ущерб Окей, полицейский значок Не хочу вас обижать, но то, что вы из полиции, очевидно, даже без этого Настолько очевидно? Не очень, но здесь, в Ниле, у вас на такое глаз... У нас на такое глаз наметом Точно Понял вас, мадам Окей, теперь Вы знаете джентльмена по имени Льюис Сену? Конечно Господин Сену часто бывает в нашем заведении? Понятно Насколько часто, позвольте спросить? Я не могу это разглашать Таковы правила У нас тоже есть правила Называются законами, мадам Если у вас есть подобные вопросы, приносите ордер Какая она подкованная, ни хрена себе Хм, туша Такс, и странный список имен Этот список вам о чем-то говорит? Это... Не уверенно? Нет, ничего Видите здесь знакомые имена? Да, но этих животных знают все Лично я с ними никак не контактирую Понятно, спасибо Такс, отлично Странная карточка Слушайте, она дала это нам Девушка по имени Дибора, о которой мы спрашивали Понятно Вы знаете, что это? Конечно Это членская карточка Она часто здесь бывала? Если это ее, то да Могу проверить Девушки развлекут вас, пока вы ждете Я скоро вернусь Спасибо большое Такс Там какая-то, это... Порнография Нам такое не надо на ютубе показывать Дама-собака Поехали Эта женщина Кажется, я ее знаю Думаешь, это она? Попелка с кровавого нового года? Мясник тебя побери, Марти Обязательно говорить это вслух Мне аж мурашки забегали Точнее, цыплятки В общем, я не знаю, она это или не она Постоянно путаюсь с этими экзотическими Но, возможно Честно Мне не по себе Да, мне тоже Но она красивая, да? А эта фотография такая Очень, как бы сказать, художественная Это называется искусством? Именно это и есть настоящее искусство, Сони Оно красивое и загадочное Видел бы ты, что было на стене у Наташи Сердце бы из грудки выскочило Постой, а что там было? Говори же А, ничего, забудь, не важно Эй, я тебя так просто не остану Я хочу знать Нет, мой друг, придется заслужить Ты настоящий засранец в курсе Знаю, Марти Так, суки, картинка какая-то А, дверь Прошу прощения за задержку Пройдемте со мной, джентльмены Все прошло успешно Моя начальница, мадам Зайбас Хочет с вами встретиться То есть та самая мадам Зайбас? Насколько мне известно, она только одна Так что да Пожалуйста, отведите нас к ней С радостью Так, чё за мадам Зайбас? Мадам Зайбас была легендой Кловеля Ее имя знали во всей дикой природе Она ярый рейлист, бывший член Совета 12 Ободная шпионка, наемный убийца, бизнес-летия и куртизанка Если честно, я даже не знал, что она жива Она уже не птенец, это точно Она мне в наседке годится, а может и в пра-наседке Сначала Ибн Уэстер, теперь она Если сегодня сам его величество Гектор Третий Почтит меня своим присутствием Я даже не удивлюсь Ух, ни хрена себе, кракозябра Мадам Зайба, здрасте Обалдеть Поехали Позвольте представиться должным образом, мадам Мистер Сантино, вас я знаю Я также знаю вашего напарника Рассказы о пернатых копах Всегда были на шаг впереди самих пернатых копах Спасибо, мы польщены Позвольте спросить, что конкретно вы ищете Сегодня в такую ночь Знаете, интересный вопрос Карточка, которую мы показывали вашим милым коллеге Принадлежит нашему старому другу Которого мы давно здесь не видели Которого зовут К сожалению, мистер Сантино Это конфиденциальная информация В моей работе осторожность превыше всего Мистер Сантин, да Знаете, в нашей работе превыше всего закон Считаете? Я бы рассказала вам, что ваши коллеги ценят больше всего Однако мне нужно соблюдать осторожность Послушайте, мадам, мы не настаиваем Мы проводим частное расследование, которое началось как невинная мелочь Но привело нас к убийству Похоже, дело серьезное Так и есть Именно поэтому мы будем благодарны за вашу помощь В таком случае, я к вашим услугам Да, задавайте вопросы А я расскажу, что мне известно Если только вы не плаваете в мутной воде К счастью, я неплохо плаваю, хоть и не отношусь к водоплавающим Я тоже хорошо плаваю Ну, конечно, она крокодил Или аллигатор Надо, кстати, понять Так, окей Значит, давай сразу к делу Скажите, вы раньше видели этот список? Да Я верно полагаю, что он как-то связан со Знойным Нилом? Да, но я не смогу рассказать вам подробности Главная осторожность Верно Ага, Знойный Нил Это место не просто наш с девочками дом Это святилище Правда? Почему? Оно символизирует то, что тысячи лет назад оставали этот город Единство Любовь Свободу Скрещивание И это тоже, да У вас с этим какие-то проблемы? Не побей тебе неправильно, я не против У меня самого девушка хищник Радо? Радо слышать Ээээ Так, окей, странная карточка Как я уже сказала, она наша Только наши самые ценные гости получают такие И сотрудники, конечно Сотрудники тоже? Будем знать Можете сказать, карточка принадлежала гостю или сотруднику? Нет Нет Так, я и думал Спасибо Чё-то она не особо разговорчивая Так, и давай Льюис Льюис Эйвурт Льюис Эйвурт, мой хороший друг Я удивлён, что он здесь часто бывает Вы не поверите, какие у вас бывают клиенты? У нас Вы были бы шокированы? Неудивительно Льюис часто здесь бывает? Не очень часто Спасибо за туманный ответ, мадам Тайна будоражит? А возбуждение сама жизнь? Прелестно, мадам Марти такой, конечно, Марти Да, Наташа Кошенко Вы лично знаете Наташу Кошенко? Да, знаю Расскажите о ней Доброе Стоит за своих Вспычивая Свирепая Да, свирепая Спасибо Это нам очень поможет Так, новая функция Допрос Поехали Зайвас окружена тайнами Она была шпионом Так что все её слова Нужно воспринимать С долей скепсиса Кто стоит за легендами Мисс Зайвас? Кто вы на самом деле? Кто вы? Ага Меня растили с мыслью О выживании, мистер Перьелленд Меня этому научили Поэтому я знаю, как выжить Я всегда была тем, кем должна была стать Вы ушли от вопроса? Умно Видите ли, это типичная составляющая выживания Уклониться от деликатного вопроса так Чтобы задающий думал, что получил ответ Но вы слишком хитрый и опытный, да? Вас не просто отурачить Стараюсь не терять лицо, мадам Правильно Лицо в большинстве случаев сильнее и опаснее правды Опасно ли в наши дни быть роялистом? Скажите, вы правда шпионили для короля? Ну, а зачем нам эта информация вот так лучше? Опасно ли быть роялистом? Знаете, мистер Перьелленд По-настоящему верующие, верящие в идею не думают об опасности Вы знаете, это лучше, чем я Думаете, меня больше всего мотивирует веру? Если да, мне жаль вас огорчать Возможно, вы не верны полиции, мистер Перьелленд Но вы верны собственным принципам и идеалам, так? Правда Но вы уходите от вопроса Почему вы продолжили работать на короля после скандалов, из-за которых половина города восстала? Почему вы так верите в институт монархии? Знаете, я постоянно адаптируюсь Но настолько, что мне не приходится изменять себе и своим идеалам ради выживания Вы лучше умрете, да? Возможно Вам это кажется слишком драматичным или даже романтичным, но да Именно так Простите, что сомневаюсь у вас, но я всегда думал, что у вашего брата репутация не очень Вы про шпионов или крокодилов? Про шпионов, конечно Должна вас разочаровать, но таких же верных и стойких людей, как шпионы, очень мало, мистер Перьелленд Если вы говорите, мадам, я вам верю Так, что из себя представляет знойный Нил? Это просто элитный бардель? Во-первых, это именно то, чем кажется Элитный отдых с роскошными леди и джентльменами для обеспеченных леди и джентльменов с роскошными запросами А под мишурой? Если вы намекаете, что мои девочки вроде шпионок, то вы думаете не в ту сторону Совершенно не в ту, если точнее Разве у них нет конфиденциальной информации почти о всех состоятельных холостяках Кловеля? Холостяках? Как наивно Почти все посетители женаты Тогда мой вопрос еще более актуален Конечно, они многое знают Многие приходят сюда не ради секса, мистер Перьелленд Кто-то приходит, чтобы поговорить Между делом они многое рассказывают о себе Так они становятся легкой мишенью для шантажа, верно? Возможно, да, но даже предполагать так оскорбительно Так, если я угадаю владельца карты, вы мне скажете? Если я угадаю, кто карта вне, вы мне скажете? Не могу сказать, что это справедливая цена за такой секрет Но если вы угадаете, я не буду врать Я скажу, что вы были правы Да Хорошо, посмотрим Ответ на мой вопрос Наташа Кашенко Мистер Перьелленд, кажется, слухи о вас правды Как вы узнали? Проще простого Красивая женщина с загадочным прошлым, которую она старается держать в тайне Когда кто-то угрожает ей именно этим, оставляя за собой однозначные послания Кроме того, мы нашли карточку на теле Дебора, которая была лучшей послания Подругой, подоверенным лицом Так что она либо пыталась ее спрятать или уничтожить, чтобы никто не узнал правду Я пока все правильно говорю? Точно, мистер Перьелленд Итак, если я не ошибаюсь, Наташа работала на вас до того, как встретила Ибру Эстера Он влюбился в нее и дал работу в Кубе Миллионов Остальное уже история У вас талант, мистер Перьелленд? Мне правда жаль, что вы не работаете на правительство Я работаю на правительство Я шокоп Точно Точно, мистер Перьелленд Тушет Наташа и правда здесь работала Можно так сказать, но это ведь на самом деле не место работы Она здесь и жила Она была членом нашей семьи, и мы до сих пор ее любим Точно Так все предстает в другом свете Зайвас настоящий мастер выживания Мастер выживания Она всегда удается такой очень гордиться Возможно, мне удастся завоевать ее доверие, если сыграть на этом моменте Аккуратно сейчас Почему вы ее приняли? Может быть, в Наташи вы видели себя? Все в городе считают вас опасной Почему? Вы пытались защитить ее от чего? Вы пытались повлиять на нее по своему разумению Надо надавить Надо надавить, но мы видишь, как в минус вайбе сейчас Она хитрая, стойкая и опасная Да-да-да-да-да Вот так вот Почему вы ее приняли? Может быть, Наташи вы видели себя? Когда она постучала в заднюю дверь борделя В необычайно холодную дождливую ночь Ей было все 18 Я сама отворила дверь Наташа была одна? Да, совершенно одна На ее левой руке была страшная рана А сама она продрогла до косточек Она была босой и в одной ночной рубашке Она рассказала, что с ней произошло? Когда я завела ее внутрь, согрела и переодела То первым делом спросила об этом Но нет Она мне не рассказала Мы стали хорошими подругами Но я все еще не знаю, что с ней случилось И откуда она пришла Или откуда она знала про это место и заднюю дверь Вас не волновали все эти секреты? Это было бы очень лицемерно с моей стороны, верно? Нет, это меня не беспокоило Секреты моя работа, мистер Перелин Понятно Вы знаете, откуда прибыла Наташа? Где она была до Кловеля? Конечно Бедняжка даже не смогла это отрицать Ее имя, акцент, но в основном манеры Говорят сами за себя, мистер Перелин Она из Стовоса Из высшего... Общества Когда мы встретились, она едва говорила на нашем языке Очень быстро местами говорят, что прям... Это все, что вы о ней знаете Вы, как экс-шпион, должны быть провели прошлое... Проверили прошлое новой протеже Это самое интересное Да, я проверяла Несколько раз использовала ценные связи для такого полезного дела Но никто ничего не нашел След Наташи терялся возле... Ставконской границы Никто не знает, что случилось в этой стране Так может Наташа в итоге реально главный злодей и шпион? Любопытно, не правда ли? Да, мистер Перелин, любопытно Именно поэтому мне всегда нравилась Наташа Когда она ушла, это вас глубоко задело? Да, задело Зайвас защищает своих Кажется, она всю жизнь посвящает своим протеже Если надавить на это, она может открыться мне Почему вы разрешили ей жить с Уэстлером? Вы поддерживаете связь Вам не приходило в колу, что вы можете использовать отношения Наташи и именно в своих целях? Так, нужно ее как-то поддержать, да? Надавить... Так, а здесь... Ну, все какие-то нормальные, адекватные вопросы, мне кажется Может так? Вам не приходило в колу, что вы можете использовать отношения Наташи и именно в своих целях? Я? Как и каким образом я бы могла это сделать? Вы были известной шпионкой, мадам Легко предположить, что вы настроили Наташу, чтобы она соблазнила ибну Уэстера И помогла ей добраться к его деньгам и влиянию Мистер Фезелент, оглянитесь Похоже, что мне нужны деньги или влияния Власть портит людей Да, это так Хорошая мысль Я не такая Наташа... Я считаю, что она любит меня как мать Я бы ни за что не использовала это в своих целях Так, сейчас минус вайб Ой, сейчас минус вайба, как много навалили Так я думал, наоборот, это так и надо Так, ладно, вы поддержите Мы иногда общаемся, мистер Перемент Она пишет мне каждые пару недель и изредка звонит Но уже несколько недель от нее нет никаких новостей А в рамке говоря, я уже начинаю беспокоиться По ней было заметно, что у нее проблемы? Никогда, нет Наташа не из тех, кто говорит о своих чувствах Да, я и сам это заметил Так, вы злились, что она ушла Когда вы с ней раз виделись, мадам Зайвас? Ну, немножко присваивать сделали Когда вы с ней раз виделись? Около двух месяцев назад Был бал, на который пришел Ибн Уэстер Его прекрасная Наташа и я Она выглядела, как обычно По мне показалось, что она боится или переживает за чего-то Наоборот Она вела себя непринужденно Излучала счастье Она была влюблена По-своему Что вы имеете в виду? Знаете, Наташа любит на каком-то другом уровне Не как большинство женщин в клове или даже в сейтикой природе Возможно, это стопонские корни дают о себе знать А может, дело в другом? Значит, вы не заметили ничего странного В тот вечер странной можно было назвать только женщину Которая витала в облаках от счастья Хотя раньше твердо стояла на ногах Понятно Спасибо, мадам То есть, Наташа Втрескалась реально по уши в этого Уэстера Ибна А что вы чувствовали, когда узнали, что Наташа собирается уходить? Честно? Мне было больно Я любил ее как дочь Что я могла почувствовать? Блин, даже ее немножко стало жалко Не могу знать Я не могла ее остановить Знаете почему? Конечно, потому что вы ее любили Вы были в такой ситуации, да, детектив? Точно Вижу, что были Тело не во мне, мадам Не меняйте тему, пожалуйста В какой-то степени я чувствовала, что меня предали Да, и обидели Я была одинока даже среди моих друзей Вы разочаровались в ней? Только в себе, мистер Перьелленд Что-то мне подсказывает, что вам очень знакомо это чувство Она нам тоже на психику давит, чтобы мы сейчас раскололись Ни хрена держим себя в руках Да, вы правы Спасибо, что уделили время, мадам В любое время, детектив Обращайтесь Так, сколько дадут звездочек? Снова 4 Ну, мы с тобой прям реально такие круглые хорошисты Наташа работала в борделе знойный Нил До того, как Ибн Уэстлер нашел ее и забрал оттуда Это важная улика Окей Джентльмены, будьте добры Подождите немного Я дам вам кое-что, что сможет помочь О, отлично Спасибо, мы подождем Ты веришь? Ни капли У нее даже улыбка большевая Эта женщина варилась в чужих секретах И сама стала загадкой Я думаю, точно так же Ладно, раз уж пришли, нужно хорошенько осмотреться Я только об этом подумал Так, давай осматриваться Прекрасные работы должно быть стоят целое состояние Какие-то артефакты Часы Часы, кстати Опа 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 Так, это какое-то время нужно будет ввести по-любому Фотография Зайваз Да, это та самая Зайваз из легенд Прекрасная и смертоносная А это часы Это часы Которые, скорее всего, как раз на 12 Показывают, да? Так, тихо Нет Подожди, может Вот так Или наоборот Так, тогда пока что не знаю Но Мне казалось, что на часы это может Походить Так, ладно Че еще Всякие разные книги Эти книги здесь не просто так Они что-то значат Омерзение и наказание Лошадиная смерть Ключ к сознанию животных Эээ Они что-то значат Омерзение и наказание 49 лет рептилии 49 лет рептилии Ага Может Может в часах дело 49 лет Смотри, вот так берешь 4 И 9 Не подходит А если вот так? Да пипец Я уже столько вариантов Хороших перепробовал Ни один не подходит Вы серьезно? Так, ну и че? Уйти мы с тобой отсюда не можем Это фрагмент картины Ну да, да Piece of a painting Это мы с тобой помним Так, то есть Мы по-любому с тобой должны Ничего интересного Мы с тобой по-любому Должны решить Этот квест Он связанный с часами Ну блин, скажи прям Вот это ее пасть Как мне кажется Очень хорошо подходит Под часы Ну окей 7 частей рассудка Со... А, еще есть книги Подожди Совы не моргают 7 частей рассудка Лошадиная смерть 49 лет Это типа... А, нет Это просто картинка Ключ к сознанию животных 7 частей У нас есть Три цифры 7 4 И 9 Хотя бы какая-то логика Должна же быть Лошадиная смерть 7 частей рассудка Омерзение Что? Омерзение и наказание Да 49 лет рептилии 49 Ага Рептилия Как это совестить Прекрасная Смертоносная А все А больше здесь предметов Для изучения нет Да Здесь ничего интересного Соответственно Короче Как-то вот Из этих всех штук Нужно решить Часы И я думаю Что этим мы с тобой Займемся уже В следующей серии Если вам понравился Данный видосик Обязательно поставьте ему Большой палец вверх Также не забывайте Подписываться на канал Нажимать на колокольчик Включать там все Вдомене Чтобы при курсе Выхода новых видосов И также подписывайтесь На все ссылочки И в описании В том числе На Тиграм канал Ну а с вами был Ваш Дакстр Всем хорошего настроения Всем удачи И всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok